Всем привет, мои хорошие девочки-мальчики! Где я нахожусь? Я сейчас вам покажу. Вы правы, я нахожусь возле Марины. Светлана говорит, Светлана делает. Одела сегодня вот такую форму. Наушники в уши. Аудиокнигу прослушала, слушаю, Брайана Трейси. И решила в конце, дошла до Марины и решила снять вам небольшой такой эпизодик из моей жизни. Видите, как тепло у нас. Да, встала сегодня, взяла себя в руки и двигаюсь к цели, только к цели, не так ли? Да, людей уже поменьше, конечно, они уже с утра, я в 10 часов вышла. Но и то хорошо, в 9 проснулась и решила, Светлана, давай быстрее вставай. Ну что, я немножко посижу, а нет, лучше я вернусь и послушаю свою аудиокнигу. А вам прекрасного настроения и отличного дня, девочки-мальчики. Слушай, какая красота, вот мне так понравилась эта клумба. Ну, молодцы, молодцы, я смотрю, какое состояние сейчас набережная. Работают, красят, чистят, блестят. Море сегодня... Какое море сегодня? Уже такое из болотного цвета. Иногда оно такое синее, лазурное. А там дальше Марина, аттракционы. Ну, естественно, с утра все закрыты эти аттракционы. Вечером кафешки работают здесь, многие пьют кофе. У нас дом такой красивый. Не знаю, мне черные вот эти дома очень нравятся. Хотя там нету балконов таких, как у нас. Да, вот видите, все дома, у всех есть балконы огромные по всему периметру. Вот, продается сатылык, видите? В каждом доме везде что-то продается. Я сейчас посмотрела так. Ну что, пошла, я покажу вам еще что-то. Какая красивая композиция. Не так ли? Здесь еда для кошечек. Только что кошечка пришла, покушала, ушла. Так оригинально придумали. Красивые цветочки. Такой парк здесь небольшой. Памятник. Сейчас надо пойти почитать, что тут написано. Караджа Улан Караджа Куз. Я так поняла, что он еды юзил. Семнадцать тысяч столетий, что ли. Турецкая народная певица. Семнадцать юзил. Он еды юзил. Юз – это сто? Семнадцать столетий. Или в 1700 году. Господи. Как же это разобрать-то? Вот такой памятник. Ладно. Видите, как занимаются спортом ходят. Я смотрю, в основном все пришли покушать, позавтракать. Так классно они расположились. Пошла я дальше возвращаться. Вокруг такие красивые клумбы. А я, знаете, что нашла? Мимозу. Турецкую мимозу. У меня такие воспоминания. Сейчас расскажу о них. Когда я только приехала сюда, в Мерсин, то есть эта сторона парка была вся в строительстве. Все было перекрыто. Эти деревья вообще были неухоженные. Стройка. Все, что хотите, только не парк. Но я все равно умудрялась со стороны улицы, вот дороги, смотреть. Мне так было интересно, что дальше, что дальше. Вот так я и познакомилась с Мариной. Было вообще, что здесь творилось. Как время идет, а? Как время летит, друзья мои. Эти деревья подрезают. Молодцы, ухаживают. Красивым парком. Там кофе продают. Может мне пойти кофейка попить? Что-то у меня в эти последние дни. Головные боли. Посмотрим. Представляете, хорошо просто я села сюда. У меня вода, конечно, все есть с собой. Думаю, посмотрю кошелек. Я его и вытащила. Он же у меня огромный. Я его вытащила. Хорошо, что я сейчас обнаружила. А то бы пошла в кафе без денег. Так что вот так вот, мои хорошие, придется мне водичкой обойтись. Ну вот. И буду внимательна в следующий раз. Так представила себя. Уже в том кафе сижу. Больше всего кофе хочется. Ну ничего. По моей такой нелепости. Ничего не поделаешь. Музыка хорошая, да? Сейчас забанят меня. Как хорошо я сегодня погуляла. Вот только, наверное, уже два часа меня не было дома. Возвращаюсь домой. Послушала аудиокнигу Брайана Трейси. Третью главу, уже четвертую начала. Настроение отличное. Смотрю на этих деток. Представляю своих внуков. Бабулиных. Видно садика. Как хорошо. Дети – это наше будущее. Дети – это наше счастье. Играю там, смотрю, пикник. Они, наверное, что-то кушали. Так весело им в садике с воспитательницей. Мои тоже сейчас двое внуков в садик. И одна со школы уже пришла. Школа три часа. Старшая Мари. И пошла я дальше. Ой, тут авица поспела, созрела. Скоро я ее съел. Ее можно есть везде. По дороге. Апрель месяц. Сегодня какое? Девятое число. Или восьмое. Мухня, мусики. А так цветет гранат, по-моему, если я не ошибаюсь. Красивые такие цветочки. Значит, с утра пойти погулять. Столько позитива. Аж принес поднос. Позавтракал. Приготовила я сегодня себе цезарь. Такой лживый цезарь. Почему? Потому что без куриного филе и мясо. Ну, тут есть сыр. Яйца. Огурец. Помидор. Листья салата. Петрушка. Извините за шум. Это у меня скороварковый обед готовлю для мужа. А посмотрите, какие у меня цветочки. Как они пахнут. И я листья салата решила поставить в воду. Вот так вот. Потому что смотрю, что-то они завяли, подвяли у меня. Так. И эту тарелку салата я полью специально приготовленным соусом. Сюда, значит, входит чеснок, лимон, сок выжатого лимона, 2 столовые ложки оливкового масла. Я добавила соевый соус, чайную ложку, столовую ложку гранатового соуса. Очень люблю. И сейчас соль я сюда не добавляла. Видите, петрушка попала. И еще что здесь у меня? А, вот. У меня горький соус красный. Стоит в холодильнике. Я же люблю все. И сейчас я это полью вот так вот. И буду кушать. Два дня я была на разгрузочном дне. Вот не хотелось, мне ничего. А сегодня у меня пришел аппетит. Вот моя скороварочка. Узлем нам дала такие мясные косточки, наверное, килограмм. И еще там в морозилке есть. Ну, два кило или три дала нам. И, значит, вот я уже, скоро они уже будут готовы. А себе я отвариваю суп. Что есть в доме, то и положила. Называется. Но в основном здесь я положила целую брокколи. Почему? Потому что она уже начала цвести. А так у меня морковка, два кабака, два кабачка, болгарский перец, зелень, лук, все, что хотите. Пряности. Сейчас только осталось посолить, и оно почти будет готово. Вот буду хрумкать потом. Сейчас начну с салата. Это мне хватит, наверное, на неделю этого супа. Ну, а здесь вот варится мясо. Такой запах приятный. Я туда положила, значит, мясные косточки замочила в воде подсоленной. Добавила луковицу, чесночок. И такой запах. Лавровый лист они не любят. Мой не любят. Не знаю. Другие, может, любят. Но все, пошла я кушать салатик свой. Сверху накидала еще оливок. Полила соусом. Красота! Приятного мне аппетита! Красивая хашлама у меня получилась, да? Наваристая. Думаю, что аж кем наестся. Бульон обалденный. Красота какая! Он сам попросил положить чуть-чуть картошечку и чуть-чуть морковку. Приятного аппетита ему! Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.